парни всем привет вы на канале нашей охоты рыбалки меня зовут михаил я на рыбалке я такое такое замечательное место первый раз здесь это за мурманск от мурманска еще на вертолете час ходу ближе к северам вот там баренцево море совсем недалеко а это друзья озера реки здесь кумжа голец вот такие я хочу всех их поймать не буду вдаваться в подробности будет много экшена и много приключений погнали а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этот раз клуб «Три медведя» вежливо пригласил нас на незабываемую рыбалку. Наша команда в размере 14 человек переместилась в район реки Чагодаевка. Точнее, место сложно сказать. До Баренцева моря по прямой не более 5-7 километров. Лов будет осуществляться на два вида рыб. Первое – это кумжа. Второе – это галец. После прибытия на место всем дружным коллективам достаточно оперативно поставили лагерь. Собрали снасти и выдвинулись на рыбалку. Такое чувство, что здешняя рыба просто-напросто никогда не видела искусственные наживки. Блесна, резину. Короче, что ни кинь воду, все работало. Смотри, как это было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова 1 1 1 выход друзья был в речку покатались на лодке буквально ну не на пару часов вот результат 14 штук взяли общим весом почти 8 килограмм если весы евгена не в рот на двоих но сколько взяли очень хочется кушать мы сейчас точно что-нибудь из этого съедим по всей евгенлаге есть хочется а а а а Субтитры сделал DimaTorzok После этого началось. Буквально через несколько часов все разбрелись по речкам и озерам. И началась заготовка рыбы. Ловили на все. Нахло, спиннинг, троллинг. Конечно, было не до съемок. Но все же мне удалось снять несколько хороших кадров с этого беспредела. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот это да! ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, рыбалка изо дня в день наполняется коновыми красками. Вчера ловил спиннингами, сегодня нахлостом. На нахлост происходит это мгновенно, особенно нападенки, плавающие мухи, просто каждый заброс практически. Но бывают такие казусы, что рыбалка заканчивается не потому, что пора ехать домой или поджимает время, а иногда ломается удилищ, как произошло с моим нахлостным пятерочкой, которую я специально сюда притащил, чтобы прямо вот покайфовать, вытаскивая эту рубль. Друзья, это боль. Какая любимая удочка делает твоя вот так. Хорошо у меня была запросная девятка, она серьезная. Чувствуется, конечно, поклевки, но не так, как на пятерку. Вообще классно проводим время. Всем рекомендую приехать сюда хоть раз в жизни. Полюбоваться природой. Половить вкусную рыбку. Приготовить ее на костре. Это просто замечательное времяпрепровождение. Ну что, друзья, у нас сегодня отдельный вид конкурсной программы. Нахлост против спиннинга. Нахлост пока ведет. Спиннинг чуть позади. Но это прям шикарная история. Просто половить в удовольствие. Поймал, отпустил. Тут есть цепь озер. И между ними вот такие перекатики. Это отдельное удовольствие. Тут фантастические абсолютно пейзажи. Я не знаю, это там Марс или Луна. Мы за неделю три дерева нашли. И то, видимо, они здесь случайно где-то. То есть это тундра. Фантастическая природа. Очень красивая. Ну а про рыбалку вы все видите сами. Колец, друзья. Колецы здесь тоже клюют пореже. Ну и вот, очень вкусная рыба. Красненькая. Можно делать сашими. И вообще жарить. И все-таки суббой можно сделать. И все-таки суббой можно сделать. Ну что, Евген. У нас крайний вечерок по большому счету. Завтра за нами прилетит голубой вертолет. И мы полетим в Освоясе. Надеюсь, что прилетит. Надеюсь, да, что прилетит. На самом деле, с Евгена мы много куда ездим. Но так далеко, наверное, еще не раз не забирались. Что-то как край земли. Край планеты. Мы там в навигаторе посмотрели. Да ладно. Вообще какой-то трэш. На самом деле, очень красивое место. Замечательная цепь озер и рек. Где тысячи их просто есть. Тысячи. И здесь есть рыба. Не везде, конечно, есть галец. Как вы и сделали. Да, но мы сегодня совершили трудовой подвиг. Да. Мы сходили пешком от лагеря, наверное, километра 2-3. Пешком. Сказал сейчас пивком. С пивком? Нет. Пивка кончается. Пивка нету. К сожалению. Мы все перли как это. Дошли до этого озера. Поймали гольца. Это вкусная красная рыбка. Сашими можно сделать. Можно. На самом деле, классно съездили. Вообще, ни разу не жалею о том, что выбрался и потратил на это время. Большое спасибо клубу Три Медведя. Он, как всегда, встречает нас с хлебом и солью и с новыми приключениями. Обязательно, кому интересно, пишите в комментариях. Поделимся контактами этого клуба. С удовольствием, я думаю, Мишаник с вами съездит, если наберете группу. Да, и можно соло съездить, я думаю. Большое ему спасибо, Евгенке. Тоже спасибо, что поддержал меня в сложную минуту. И не бросил меня в столь далеких краях. Ты знаешь, я к приключениям отношусь-то только свистни, поэтому... Не, места фантастические. Фантастические. Ты первое время просто ходишь и на эти все пейзажи смотришь. Как, я не знаю, я первый раз. Вы были зимой примерно в этом же районе. Ну, в этом районе, но не так далеко. Ну, зима, это что, белое небо, белый снег и, в общем, особо никаких этих... Местами желтый. Ну, хуже потом. А тут, ну, просто невероятные красоты. Краски сочные. Рыбка. Рыбка клюет как, ну, не сказать, что на каждом забросе. Ее надо подобрать не ключик, подобрать блесенку, проводочку. Но в этом-то и удовольствие рыболова состоит. Найти ямку. Ну, увидимся еще. Я думаю, завтра еще поснимаем что-нибудь. Прощаться пока не буду. Все-таки вдруг будет хороший трофей. А вечером баня. А вечером баня. У нас будут чистые лица. Наконец-то. С ним, с ним. Поприличнее, наверное. Ну, да. Все. Увидимся. Всем пока. Достойный трофей был. Но снять его поимку не удалось. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok